МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торжественное чествование спортсменов, победителей и призеров вторых игр стран СНГ состоялось в Барановическом горисполкоме. Проблема стихийных свалок в городе и заваленных мусором площадок по-прежнему остается актуальной. В Барановичах ведутся работы по обновлению дорожной разметки перед началом учебного года. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023» пройдет на территории Беларуси с 1 по 6 сентября. Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. В общем, за мысле учения планируются совместные специальные учения, которые включают подготовку различных компонентов войск коллективных сил ОДКБ. В учениях будут принимать участие коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ, силы и средства разведки вооруженных сил государства, членов ОДКБ, силы материально-технического обеспечения войск ОДКБ, а также совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Учения пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей. Воинские контингенты, которые примут участие в учении, начнут перебазироваться в Беларусь 25 августа. Торжественное чествование победителей и призеров вторых Игры стран СНГ состоялось в Барановическом горисполкоме. Наши спортсмены внесли в общую копилку сборной Беларуси 10 медалей – 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. Подробности далее. Максимум духа ярких эмоций. Достойные результаты продемонстрировали наши атлеты на вторых играх стран СНГ. Юноши и девушки показали себя с лучшей стороны, внеся в общую копилку сборной Беларуси 10 медалей. Торжественное чествование победителей и призеров масштабного форума состоялось в Барановическом горисполкоме. Мэр Михаил Баценко выразил благодарность спортсменам, тренерам и руководителям спортивной школы клубов. Представители волейбольного клуба, хоккея на траве, дюдо, бокса, плавания и наставники были отмечены наградами горисполкома и отдела спорта и туризма. С 64 медалей, которые завоевала наша область, на вторых играх стран СНГ – 10 – это медали города Барановича. Четыре из которых золотые, две серебряные и четыре бронзовые. С уверенностью могу сказать, что это достойный результат. Это действительно работа всех. Это работа и руководителей спортивных учреждений, и тренеров, и тех же родителей, которые на протяжении всего пути поддерживают спортсменов. Действительно, спортсмены выложились и достойно представили наш город на таком форуме спортивном, международном. Что касается спортивной базы, то на сегодняшний момент созданы все условия для подготовки спортсменов высокого класса, что, в принципе, наши учреждения и выполняют. Передают высшее звено подготовки, где наши спортсмены выпадают в национальные сборные и участвуют в международных соревнованиях. Отличились наши волейболистки Виолетта Лойко и Ксения Тюхном. Воспитанницы волейбольного клуба «Атланта» в составе юниорской сборной команды Республики Беларусь стали чемпионками вторых игр стран СНГ. Волнение было, конечно, в первые дни, но потом как-то все, оно прошло. Только начали играть, все прошло. Результатом своим мы довольны, конечно. Первое место – это здорово. Фестиваль спорта зажег еще одну юную звездочку. Можно с уверенностью сказать, есть смена у белорусских пловцов. Иван Гончар представлял Барановича в составе белорусской команды. Спортсмен, учащийся от ДЮС номер 4 по плаванию, призер и победитель областных и республиканских соревнований. На масштабном форуме завоевал серебряную медаль в смешанном эстафетном плавании 4 на 100 метров вольным стилем. И стал третьим в эстафетном плавании 4 на 100 метров вольным стилем среди мужчин. Пришел я в этот спорт. Завели родители для укрепления здоровья, хорошей физической формы. В соревнованиях было очень важно участвовать. Получил такой достаточно большой жизненный опыт. Ни с чем эти соревнования не сравняться. Такая поддержка. Все прошло супер хорошо. Напомню, победители определялись в 20 видах спорта. Беларусь в медальном зачете стала второй, уступив только России. Наши спортсмены собрали урожай из 236 наград. Из них 48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых. Китай направит в Беларусь врачи-экспертов китайской традиционной медицины, которые обладают знаниями и клиническим опытом. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Минздравом Беларуси и управлением традиционной китайской медицины провинции Ганьсю. В документе отмечено, что в Беларуси созданы условия для работы и признания квалификации китайских врачей-медиков. Также предполагается проводить стажировки беларуских специалистов в Университете китайской традиционной медицины провинции Ганьсю. Еще один важный пункт – создание центра по распространению китайской традиционной медицины в индустриальном парке «Великий камень». Проблема стихийных свалок в городе и заваленных мусором площадок по-прежнему остается актуальной. Особую тревогу вызывает поведение граждан, проживающих в частном секторе, которые загрязняют растительными отходами, прилегающие к контейнерным площадкам земли. Наша съемочная группа отправилась вместе со специалистами санитарной службы в рейд по несанкционированным свалкам. Наш город – это наш дом, и наша задача – содержать его в чистоте и порядке. К сожалению, некоторые граждане могут позволить себе выбросить мусор в неположенном месте. Все начинается с малого. Фантики, бутылки и постепенно улицы превращаются в свалки. Добавляются органические крупногабаритные отходы. Все это загрязняет окружающую среду. Эта проблема продолжает оставаться одной из наиболее актуальных и неразрешимых. Несмотря на то, что в Баранычах имеется достаточное количество контейнерных площадок, где организован раздельный сбор мусора, а также давно осуществляется регулярный вывоз отходов из частного сектора. Однако стихийные свалки, созданные недобросовестными жителями, все равно периодически появляются в самых неожиданных местах. Борьба с несанкционированными свалками – головная боль для местных органов власти. Санитарная очистка на территории города для многоквартирной жилой застройки организована путем оборудования контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, с установленными на них емкостями, а также площадок с контейнерами для сбора крупногабаритных отходов. Жители индивидуальной жилой застройки обеспечены контейнерами, выданными ЖКХ для смешанных ТКО, для сбора органической части отходов растительного происхождения и для смешанных вторичных материальных ресурсов. Вывоз отходов осуществляется с установленной периодичностью по графику. Несмотря на проводимые работы по санитарной очистке города и наличие необходимых условий для удаления отходов, население продолжает несанкционированно размещать бытовой и строительный мусор. А также растительные отходы в местах, не предусмотренных для этого. Дикие свалки оккупировали Брестскую, Колхозную, Розы, Люксембург и другие улицы. Радует тот факт, что многие люди не остаются равнодушными к проблемам экологии. Стало больше обращений граждан по телефону, а также фото и видеоматериалов. Так, например, в августе 2023 года в результате изучения данных информационного письма, а также видеозаписи предоставленной ЖКХ площадки для временного хранения отходов по улице Репина, 62, зафиксирован факт складирования растительных отходов на площадку, предназначенную для хранения крупногабаритных отходов. За это нарушение физическое лицо привлечено к административной ответственности в размере трех базовых величин. Также начат административный процесс в отношении двух физических лиц по фактам складирования отходов за пределами контейнерных площадок по улице Фроленково и Советской. Выбрасывать мусор разрешено только в специально отведенных местах. Контейнерные площадки, урны, контейнеры для утилизации отходов. Это помогает сохранить приятный облик города, бережно относиться к окружающей среде и уважать труд людей вокруг. Несанкционированные свалки грозят штрафом. С начала года было трудоустроено более 40 тысяч молодых ребят. Ключевое направление, где они проявляли себя активно, сфера услуг, сельскохозяйственные работы, мелкий ремонт в школах и пошив школьных изделий. Временная занятость молодежи в Беларуси организуется в течение всего года, но наиболее активно молодежь высказывает желание работать именно летом. В этом году организация временной занятости прошла в новом формате. В мае была организована ярмарка вакансий. Более двух тысяч нанимателей откликнулись и были готовы взять на работу молодежь. Было заявлено около 30 тысяч свободных рабочих мест. Для ребят, которые не смогли или не успели посетить ярмарку вакансий, на портале службы занятости была создана отдельная вкладка, где молодежь ознакомилась с вакансиями нанимателей. На сегодня порядка 12 тысяч рабочих мест заявлено нанимателями из разных уголков Беларуси. В Баранычах ведутся работы по обновлению дорожной разметки перед началом учебного года. В случае необходимости проводится ремонт дорожных покрытий, обновляется разметка, устанавливаются соответствующие дорожные знаки. В городе работают межведомственные группы, в состав которых входят представители контрольных надзорных служб. Организован также ряд мониторингов состояния безопасности школ Барановичей. В Баранычах в преддверии учебного года сделают безопасную дорогу к школам и детским садам. Стоит задача обновить разметку и проверить наличие необходимых дорожных знаков, ограждений. На особом контроле зебры и искусственные неровности. Важно, чтобы их хорошо видели водители и пешеходы. Проверяется освещение вблизи переходов. На тротуарах возле учреждения образования появляются предупреждающие надписи «Сними наушники». В случае необходимости производится ямочный ремонт, также удаляются ветки деревьев, которые плотной лиственной стеной закрывают знаки. В преддверии начала нового учебного года сотрудниками госавтоинспекции совместно с заинтересованными службами города проведено обследование уличной дорожной сети города Барановичи вблизи учреждений образования. В ходе обследования уличной дорожной сети особое внимание уделялось дорожному покрытию, техническим средствам организации дорожного движения. Основные замечания ограничения видимости дорожных знаков из-за растительности, отсутствия дорожной разметки лежачих полицейских были устранены. В ходе проведенного обследования все недостатки в содержании уличной дорожной сети были устранены в полном объеме. Все работы должны быть завершены до конца месяца. Стартовало онлайн-голосование за обладание титулом Мисс Зрительских симпатий. В финале – архитекторы, воспитатели, инженеры и будущие врачи. 24 очаровательные девушки из регионов и столицы поборются за титул «Новая Мисс Беларусь» в сентябре. Однако уже сейчас можно проголосовать за свою фаворитку в рамках онлайн-голосования, победительница которого удостоится звания Мисс Зрительских симпатий. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова